привет меня зовут константин я хожу в церковь источник жизни являюсь членом семьи пастора на самом деле хотел рассказать сегодня немножечко о том как я пришел в церковь привела меня туда мама когда мне было 14 лет мой старший брат уже на этот момент ходил в церковь тоже пришел я сразу источник жизни поскольку моя мама туда ходит уже очень давно я честно говоря не помню но больше 25 лет точно поначалу конечно сложновато как-то было я плохо помню себя в этом возрасте именно свое отношение к церкви к богу но то что меня очень сильно зацепило и после первого посещения церкви я ехал домой и плакал это я помню точно это было очень интересное необычное переживание через полгода я принял водное крещение абсолютно осознанно мама мне просто предложила она спросила хочу ли я я тогда очень помню что серьезно к этому отнесся и тогда вот я принял водное крещение как раз пастора михаила теперь собственно вот я являюсь членом его семьи поскольку женился на дочке пастора потом наверное лет до восемнадцати был такой веселый период жизни подростковый школьный потом студенческий и вплоть до второго курса университета но много всего происходило в жизни в какой-то момент что-то забывалось где-то там не ходи нет на самом деле в церковь так сказать как часы по воскресеньям я ходил но пожалуй это было единственное прям что очень правильно и делал но вот поскольку разные были момент наверное как у всех в этом возрасте и наверное очень сильно пережил бога я лет в 19 на одной из конференций в нашей церкви тогда я очень сильно поменял свою жизнь я многое осознал я сейчас не буду там долго об этом рассказывать но господь меня коснулся по-настоящему и я очень сильно поменял свою жизнь поменял какие-то свои привычки да так скажем и с того момента я не просто стал до приходить церковь по воскресеньям я стал больше читать слова я стал стараться углубляться познавать бога читать библию больше молиться и естественно это сразу начало давать свои плоды как в жизни как в работе во всех сферах самое главное наверное чтобы я хотел отметить особенно это актуально на сегодня с того момента с того момента как ты понимаешь кто стоит с кем ты вообще рядом стоишь до под под чей защитой уходит страх уходит страх абсолютно любой жизненный страх перед какими-то финансовыми трудностями жизненными болезнями и так далее и на самом деле свидетельство которое я хотел сегодня которым хотел уделить внимание это буквально новое свидетельство последних дней все сейчас знают нынешнюю ситуацию с тем что происходит в мире и включая в стране да есть некие сложности внутри страны это очередное падение курса рубля что для бизнеса естественно очень печально до все что в мире происходит это коронавирус и общая паника на самом деле очень много людей боится и я ни в коем случае не хочу никого призывать каким-то до сумасшествует сумасшествия да или там не надо ничего делать нет есть определенные меры которые мы все должны которых придерживаться и это правильно и это касается не только коронавируса в принципе по жизни да там вирусы гриппа и так далее но я хотел бы сказать чтобы ни в коем случае нельзя паниковать ни в коем случае нельзя поддаваться каким-то страхом потому что дьявол именно через это и работает с нами именно через это он пытается нас сбить с того пути по которому мы идем когда это все началось я вначале ну честно говоря понятно что мозгом ты начинаешь что-то думать как что делать и приходит некий страх ты начинаешь волноваться начинаешь как-то пытаться головой обдумать а что делать а что будет что-то спланировать и вечером одного дня я начал молиться и мне очень ясно пришло слово ко мне звучало но так благословенные будут дети мои в дни скорби этого мира и пришло спокойствие потому что я прекрасно понимаю что я под защитой что мой бизнес также под защитой я не буду оставлен ни одной минуты каждого дня здесь и вот с этого момента прям со следующего дня у нас увеличилось количество заказов нас увеличилось количество людей которые просто приходили оставляли просчеты ну то сюда у нас происходит люди оставляют просчет мы уже с ними людей в комплексе вот в котором мы работаем их меньше то есть мы видим по парковке потому сколько людей гуляет но количество клиентов у нас она больше я не переставая каждый день молюсь провозглашаю что у нас будут клиенты у нас все будет хорошо чтобы дьявол убрал руки от финансов которые нам принадлежат и вот это слово которое каждый день меня это скажем греет который меня укрепляет я очень был благодарен богу именно вот за это слово в этот правильный момент потому что на самом деле самому я даже не очень представляю как можно справиться с какими-то вот этими с этой мозговой активностью когда ты начинаешь волноваться начинает что-то сам пытаться придумать и фактически ну ты начинаешь поддаваться панике так или иначе и это касается бизнеса это касается там болезни ничего угодно поэтому вот именно это яркое такое событие яркое свидетельство последних дней я как раз и хотел о нем именно сказать потому что сейчас я вижу как многие партнеры многие знакомые друзья там кто занимается бизнесом реально паникуют реально они не знаю что делать но самое интересное что вот здесь еще такое отступление мы как раз общались с пастором и а почему так происходит все просто потому что господь да он благословляет верующих благословляет своих детей много мест библии есть где написано что да когда что-то будет плохо в этом мире я благословлю своих детей я благословлю своих людей и вот здесь очень большое влияние на это не просто напрасно десятина который также много написано и никто никогда не заставляет платить ее так скажем но я столько раз своей жизни то есть а вот здесь можно очень много там коротких каких-то свидетельств рассказывать но я их просто объединю и скажу что я столько раз убеждался своей жизни что вот когда я плачу десятина я отдаю богу божьим то есть я к деньгам которые мне приходят я не отношусь как я заработал это мои и вот я дал господу я такой молодец я к ним отношусь это не мои деньги все деньги умеет и господь мне позволяет оставить 90 процентов у себя это мое личное отношение никого к этому ну так скажем не говорю что вот вы так должны относиться всех свое видение этой тематики тем более финансовая тема это все такая тема которую люди боятся и кто-то не любит кто-то ее к ней так относится по-разному но вот я скажу я не то что не боюсь ее наоборот люблю я люблю говорить на эту тему потому что я вижу как моей жизни это работает я вижу как то что я отдаю как никогда я благословляю я открываю в свою сторону потоки благословения в финансовой сфере причем и не только в финансовой и да многие там думают что вот я сейчас отдал деньги до условно я вот жду финансовое благословение очень часто мы не задумываемся что когда мы ну вот какими-то финансовым вот этим десятиной мы служим да мы можем получать благословение в разных сферах не только в финансовой мы можем получать благословение в сфере здоровья мы можем получать благословение там каких-то в личной жизни в любой и на самом деле я не могу сказать это мне никого не опять же сейчас не призываю я просто говорю что слушайте бога и просто делайте то что он говорит делать потому что вот в такие времена как сейчас когда все так скажем сложно когда люди напуганы у тебя не будет страха у тебя не будет какого-то испугал тебя не будет мозг сидеть и думать ты не будешь сидеть и там думать что так что же не делать как мне бы сейчас это закроют то закроют я не знаю вот наш комплекс вроде пока не закрывают но но закроют да тем более у нас даже есть некий план действий что мы будем делать из комплекс закроют но у меня нет паники я не боюсь может я понимаю что я господом защищен что я буду благословен в любой ситуации какая бы ни происходило в вот сейчас мире поэтому я еще раз просто скажу что не паникуйте самое главное верьте и делайте то что господь вам говорит всегда говорите да на какой-то божий запрос так скажем вашу жизнь то есть господь к чему-то вас подталкивает он всегда несколько раз говорит если у вас есть желание его слушать он всегда несколько раз проговорит если что-то от вас хочешь просто говорите ему да и все будет просто шикарно в вашей жизни я также еще хотел рассказать вот о том как раз случае наверное очередном в моей жизни несколько раз была ситуация когда господь просто переворачивал мою жизнь вот с ног на голову до мое сознание понимание вообще всего что происходит и один случай как раз такой был произошел в америке мы ездили очень интересным составом с пастором михаилом и исключительно мужской компанией это тимофей сын пастора и вот все мы получается мужья дочерей и еще наш двоюродный брат из финляндии тоже член семьи естественно вот такой компании мы поехали на конференцию к нэнси дефрейн в америку и у меня в тот момент только родился сын и это получается ему ну как только он родился в сентябре мы поехали в январе ну малыш совсем еще конечно интересный период в принципе в жизни любого мужчины да и понятно что ты еще не очень осознаешь что ты папа потому что несмотря на то что связь у нас ребенком была очень большая ну все равно в мозг не догоняет еще и всей ответственности и все и ты как как там и напуган в том числе и на самом деле у меня тот период я даже жене об этом не рассказывал чтобы она не волновалась мне было много страхов на самом деле у меня было много страхов дьявол различные сны давал мне что что будет моей дальше жизни происходить связаны как раз моим сыном я естественно молился много я естественно старался с этим бороться но как-то было очень сложно было очень сложно в какие-то моменты как-то немножко опускались руки веры я не знаю то есть как как это правильно назвать я не знаю можете один такой вот слабый прям но я думаю многих такое было и вот мы поехали на эту а и было интересно что вся эта поездка она тогда абсолютно не входило в мой финансовый план бюджет не знаю как это назвать то есть ну по-хорошему я но абсолютно не готовился к ней я не готов был себе позволить потому что там и билеты и по ну это это дорого в любом случае в итоге как-то все так произошло и там везде нам многих частях даже отдельно там взятых вот подготовки к этой поездке везде была рука божья и на самом деле осознал что я лечу в америку только уже там за неделю до самого полета когда я понимаю что билеты все куплены общем билеты давно были куплены но что есть деньги есть уже деньги там на проживание питания плюс еще там получилось взять с собой денег условно на какие-то траты причем у меня математика в голове не складывалась но все было и мы полетели мы полетели туда чудесно провели там первую первые там не 56 поездили по калифорнии и потом приехали на конференцию сам каждое собрание было очень сильным на самом деле каждое собрание было очень присутствием сильным божьим и но одно из собраний мы стояли молились в конце собрания это уже было и ну прям так линеечкой пастор михаил но этого тимофея владима все мы стоим к линеечкой значит и подбегает но и рамос он тоже там был на служение пасмур но и рамос да и начинает взлагать руки молиться почему так через весь зал пробежал очень смешно так начали не поняли куда бежит он нашел за нас молиться за всех нас там вынесла и по моему минут через 30 когда я открыл глаза ну там судя по часам вот я тогда уже с этого момента я понял что что-то что-то сильно поменялось моей жизни вечер тогда как-то мы приехали естественно практически все это в молчании после всех очень сильно коснулась и наверное это было ну там чуть ли не первая ночь когда я абсолютно спокойно спал проснулся у меня не было абсолютно никаких мыслей плохих тревожных и вот с этого момента после этого прикосновения вот именно этот эти мои переживания эти волнения связанные с моей жизнью жизнью даниэль они ушли и тогда я понял что вот вот в этой сфере дьявол отступил отпустил и я получил просто освобождение от этого и безмерно был счастлив потому что честно говоря очень сложно было с этим жить сложно было как-то с этим и и мириться потому что я понимал что происходит я старался бороться но я чувствовал какое-то бессилие в себе и я обращался к богу но вот как-то я я не мог своими силами и вот эта поездка в америку причем от которой я вначале отказывался и вот все сложилось так и не все говорили что ты должен поехать и я джин и тогда получил поддержку ты должен там быть я потом уже я понял что почему я должен там был быть и я думаю если б я там не был чтобы как почему то есть вот это наверное одно из самых сильных моих было переживаний бога и прикосновение вот с того момента я еще понял одну вещь что я своей жизни не знаю как я до сих пор не очень понимаю каким образом да я буду служить но я понимаю что господь он всех нас призывает служение абсолютно но до этого я даже так немножечко отнекивался как-то так и в эту сторону но с этого момента я понял что господь призывает мне к господь хочет от меня этого и если я буду противиться то я себе сделаю хуже скажем ну точно не лучше а скорее всего просто потеряю в жизни очень многое чего как чего может не дать если я буду его слушать поэтому это тоже к тому что не нужно противиться нужно слушать и я очень благодарен что он так мягко в тот момент меня воспитал в этом отношении ну подводя итог моего небольшого спича до рассказа о себе о том что я переживал своей жизни я хотел бы призвать вас друзья к тому чтобы вы очень чутко относились к тому что бог вам говорит к тому чтобы вы слушали его не только да там напрямую часто господь к нам обращается через других людей через наших родственников а бывает совершенно через просто чужих людей которые на улице могут подойти что-то нам сказать и и мы даже не понимаем почему этот человек нам вообще что-то такое сказал но мы не знаем кто этот человек и почему он нам сказал поэтому очень до свои локаторы так скажем да направьте на господа слушайте его и самое главное исполняйте то что он вам говорит исполняйте слова написанные в библии да у нас все ответы есть там у нас есть очень сильное оружие у нас есть слово которое мы читаем которое мы исполняем и будьте верны ему потому что господь любит вас неимоверно сильно как никто никогда и вообще даже не сравнится ни с чем его любовь она всеобъемлющая она огромная и поверьте в эту любовь поверьте что он хочет только самого лучшего только самого замечательного для вас и и в эти сложные времена особенно наверное важно быть послушным быть чутким к слову божьему потому что его слово сейчас может сыграть огромную роль я не говорю о том что вот когда все хорошо там начать все расслабляемся ни в коем случае но просто к сожалению да я не знаю или к счастью наверное к сожалению человек так устроен что когда все хорошо все хорошо и мы почему-то все начинаем немножечко расслабляться и в отношении веры тоже я очень рад что господь меня научил не посту ну не делать так да так скажем и пожинайте плоды своего послушания вот что самое важное потому что когда вы послушны вы будете иметь плоды в любое время когда у всех все засохнет у вас будет цвести что а а а а а а а а а